Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 21 сентября. Память святых мучеников Еферия и Триска. Святой Еферий жил в Синике и сначала был тайным последователем Христа. В то время язычники воздвигли на христиан страшное гонение. Они предавали верующих различным мучениям всюду, где только могли найти их. Тогда многие из верующих, убегая из рук нечистивых, скрывались по тайным местам. Святой Еферий, размышляя о словах Христа, всякий, кто исповедует меня перед человеком, исповедую я его перед Отцом моим небесным, исполнился божественной ревностью. Пошел к правителю города и, став перед ним, сказал, «Что ты безумствуешь, богоборец, преследуя стада Христова?» Князь же взглянул на него и спросил, «Кто ты такой?» Он же отвечал, «Я раб Христа, против которого ты восстаешь». Сильно разгневанный такими словами, князь сказал, «Как осмелился ты, дерзновенный, прийти сюда и бесчерстить меня, князе!» На это Еферий ответил, «Ревность моя, Господи моему Иисусе Христе, побудила меня обличить слепоту вашу, ибо вы обезумели и поклоняетесь бесу, а не Богу!» Тогда князь приказал обнажить его, повесить и строгать его тело. Святого строгали острым железом до тех пор, пока у него не обнажились кости. Потом стали поливать его уксусом с солью и растирать ему раны. Все сие исповедник Христов претерпел мужественно. Как бы ни его тело переносило такие мучения, и радовался при всех мучениях тому, что страдает за веру Христову. Когда он перенес эти муки, князь сказал ему, «Принеси жертву богам, и будешь жив! Если же не сделаешь этого, мы погубим тебя!» Он же отвечал, «Вы можете погубить мое тело, но Христос примет мою душу! За него я хочу претерпеть все, ибо претерпевший до конца спасется!» Видя его непреклонность, нечестивцы отсекли ему главу мечом. Так он вошел на небеса и принял венец славы от руки Господа. Святой Приск исповедовал имя Христового в Афридии и многих языкников привел ко Христу. Потом нечестивые, взяв его, повесили и стали железными когтями глубоко строгать его по ребрам. Так что все тело святого Приска было изборождено, как вспаханная земля. Некоторые стоявших там нечестивых, видя столь лютые мучения, ильющиеся кровь мученика, пришли в сильную ярость. Обнажив свои мечения, устремились на святого и отсекли ему голову. Так пострадал за свидетельство об Иисусе Христе этот добрый исповедник. А ныне Христос исповедует его перед Отцом Своим Небесным. Слава Богу! Во веки веков! Аминь! Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Слава Богу!